Маленький талдыкурганец Нурали Еселилу, когда подрастет, узнает, что видит, благодаря Нусултану Назарбаеву. У мальчика была врожденная слепота. За несколько лет мама Нурали побывала у многих врачей, но те разводили руками. В нашей стране такое не лечится. Только в России. Операция была дорогостоящая. Женщина обратилась за помощью в средства массовой информации. На просьбу семьи отозвался президент страны. Поручил местным властям срочно найти средства. Если бы операцию не сделали вовремя, Нурали никогда не смог бы видеть. Большое спасибо нашему президенту, конечно. Низкий им поклон. Как мама. Благодарю его за все, что он для нас здесь сделал. Самое главное желаю, чтобы здоровье у него было долгое время жизни. Нурали сделали четыре операции. Осталась одна для полного восстановления зрения. Мальчик уже различает силуэты и может посещать реабилитационный центр. Самостоятельно ходит, играет. Хотя до лечения совсем ничего не видел и был абсолютно беспомощным. Кроме Нурали, в реабилитационном центре еще около ста детей-инвалидов. Здесь они не только получают специальные социальные услуги, но и учатся жить в обществе. В каждом своем выступлении и в своих посланиях Нурсултан Абишевич, наш президент, всегда уделяет огромное внимание людям с ограниченными возможностями. Наш центр работает именно во благо, по инициативе нашего президента. Такие центры необходимы тем, что эти дети не закрыты дома, не спрятаны, а приходят в такие учреждения, развиваются и могут завтра находиться в обществе, социализируются. В 2007 году президент поручил создать кардиохирургические отделения во всех областях республики. Одно из них появилось на базе Талдыкурганского кардиологического центра, где раньше оказывали услуги лишь терапевтического профиля. Специалисты центра прошли обучение за рубежом и теперь самостоятельно проводят сложные операции. За два года здесь сделали около полутора тысяч коронографий, свыше 600 стентирований и 150 операций на открытом сердце. Если пять лет назад смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе составляла 447 человек на 100 тысяч населения, то сейчас этот показатель снизился до 187, то есть в два с половиной раза. Теперь руководство центра ставит перед собой новую амбициозную задачу. Со следующего года начать исследование периферических сосудов и проводить операции детям с врожденными пороками сердца. Когда президент страны ставил перед нами задачу войти в состав 50 благополучных стран мира, была боязнь, что мы этого не выполним. Но, к счастью, на сегодняшний день мы эту задачу выполнили. Снизили смертность в два раза. Средняя продолжительность жизни жителей нашей области сегодня составляет 70 лет. Силы наши, знания наши, наши средства вполне достаточные. На сегодняшний день выполнит ту задачу, которую поставил перед нами президент страны войти в число 30 благополучных стран мира. Сердечно-сосудистые болезни, как вы знаете, в мире стоит на первом месте. Вот в борьбе с этими болезнями наш президент, несмотря на такие трудности, во всех областях организовал и открыл кардиологические центры. И спас, кардиологический центр в своё время спас сколько жизней. Благодарим президента за такую заботу о наших людях. Кстати, местные специалисты стали первыми в регионах кардиохирургами, использовавшими при операции на открытом сердце устройство для поддержки кровообращения в левом желудочке. Новое оборудование привезли из Голландии. Оно позволяет оперировать больных со сниженным сердечным выбросом. До этого использовались устройства для пассивной поддержки левого желудочка, это баллоны для контрплюсации, а сегодня устройство для активной поддержки, что даёт более хорошие результаты. Также у нас есть разработка устройств для поддержки правого желудочка, и мы надеемся на тесное сотрудничество с Казахстаном. Этим летом глава государства побывал в кардиологическом центре и остался доволен его работой. Но строгий наказ сотрудники всё же получили. В ходе своей рабочей поездки по региону Нурсултан Азарбаев также посетил аккумуляторный завод. Главу государства ознакомились с технологией сборки и ассортиментом выпускаемой продукции. Проектная мощность завода – около 2 миллионов штук аккумуляторов в год. Примерно 70% продукции экспортируется. Предприятие – участник карты индустриализации и программ «Дорожная карта бизнеса и производительность». Благодаря государственной поддержке на предприятии внедрены новые технологии, которые позволили увеличить производительность завода, а также вывести из экологического оборота значительное количество высокотоксичного свинцово-содержащего и серно-кислого материала. Руководитель завода Хуаныш Ажмагамбетов считает, что в нашей республике создаются беспрецедентные меры по поддержке предпринимательства. Таких нет даже в высокоразвитых странах. Вот это влияние, вот это чувство, что есть президент, который нас понимает, это очень важно. Это нас вдохновляет, что мы на правильном пути. Мы гордимся, что сумели оправдать надежду президенту, что такая страна должна быть, что не один там КНР должен быть, а много таких компаний, которые благодаря государственной поддержке сумели сделать такую продукцию, которая завоевывает мир и везде написано «Казахстан». Алмазбек Садарбаев тоже считает, что для отечественных бизнесменов сегодня создаются все условия. Это и мораторий на проверки, и очередная легализация имущества, и льготное кредитование, и сокращение административных барьеров. Нашел 1994 года указ президента, когда было запланировано собрать 4 миллиарда тенге налогов. А сегодня, через 22 года, мы собираем 4 триллиона. Это во сколько раз выросла наша экономика, во сколько раз стали состоятельными казахстанцы. Но это не произошло за один день. Это ежедневный кропотливый труд нашего лидера, нашего народа. Минувшей весной Алмазбек ездил в Украину и встречался там с бизнес-партнерами. Говорит, что после той поездки по-особому стал ценить мир и спокойствие в Казахстане, потому что своими глазами видел, что происходило на Майдане. Мы строим заводы, мы занимаемся бизнесом, мы растим наших детей. А без мира? А без мира это всего не было бы. Живя здесь, не осознаем, не понимаешь. А там буквально они каждый день теряют кого-то близкого своего. Мои украинские партнеры так в некоторой мере с белой завистью смотрят. Тому, что у нас есть, чего мы добились. И говорят, как же вам повезло с вашим президентом. С именем президента казахстанцы связывают возрождение сел и даже целых городов. Если одни пострадали в эпоху экономической разрухи, то другие в стихийных бедствиях. Четыре года назад из-за прорыва плотины село Казлагаш было почти полностью разрушено. По поручению главы государства его отстроили заново в кратчайшие сроки. Сегодня в селе работают 10 субъектов малого бизнеса. Несколько местных жителей получили кредиты по программе поддержки сельского предпринимательства. В сельском округе 160 крестьянских хозяйств. Возделывать поля и собирать урожай им помогает машино-тракторная станция. На средства благотворительного фонда, созданного в помощь восстановлению Казлагаша, здесь закупили около 30 единиц техники. Теперь казлагашцы планируют построить ресторан и открыть карьер по добыче сырья для стройматериалов. Еще один населенный пункт, обязанный своим возрождением президенту страны, это Текеля. Благодаря программе развития моногородов, здесь были приведены в порядок улицы, скверы, парки и здания. Выделены средства на капитальный ремонт школы туризма в городе Текеля, плюс строительство спортзала в первой школе, плюс по программе Ахбулак на канализацию у нас выделены в этом году 140 миллионов, и по водопроводу 34 миллиона выделены на реконструкцию водопровода. То есть реализация данной программы дает очень большой импульс для дальнейшего развития города Текеля. Это бывший свинцово-цинковый комбинат. Некогда он был городообразующим предприятием, однако с истощением запасов руды закрылся. Вскоре комбинат обретет вторую жизнь и превратится в металлургический завод. Его производственная мощность составит 400 тысяч тонн чугуна в год. Рядом строится ТЭЦ, которая будет снабжать будущее производства энергией. В Караганинской области есть карьер, железнодорожный карьер. Оттуда, с добычей будут идти оттуда, будем продукцию получать оттуда. А вот чугун, который мы будем выпускать отсюда, будем отправлять в Павлодар. В данный момент у нас работает где-то около 260-270 человек. Когда запустим полностью металлургический завод, думаем, где-то будет работать около 700 человек. Текили славен своей природой. Местные жители называют родной город вторым Давосом. Поэтому здесь планируют развивать туризм, построят горнолыжную базу и все необходимые объекты инфраструктуры. Еще одно направление программы развития моногородов – поддержка предпринимательства. Только в прошлом году семь текилийцев получили государственные гранты на развитие новых технологий. Еще трем предпринимателям государство субсидировало процентную ставку их кредитов. Игорь Сон – один из них. На полученные в банке средства он построил теплицу. Сельским хозяйством предприниматель никогда раньше не занимался, но узнав о программе, решил попробовать. Из 12% я плачу 2%, то есть это, можно сказать, почти беспроцентный кредит. То есть это очень удобно, это очень огромная помощь. А этот племенной центр создан для сохранения генофонда племенных пород крупнорогатого скота в Казахстане. Таких в нашей стране всего два. В центре содержат около 30 быков-производителей, как мясных, так и молочных пород. Гирефорд, Санта-Гертруда, Ангус, Лимузин. В следующем году из Австралии привезут еще 10 быков. В центре также имеется лаборатория, а современное оборудование позволяет замораживать семя быков на длительные сроки. Сейчас в банке свыше 2,5 миллионов доз. Они предназначены для искусственного оплодотворения коров частного подворья и крестьянских хозяйств региона. По словам руководства, создание такого центра стало возможным благодаря всесторонней поддержке государства и лично президента, который в своих выступлениях постоянно акцентирует внимание на развитие именно племенного животноводства. Сейчас наш центр, ну это не я говорю, это люди говорят, что мы практически соответствуем требованиям международного стандарта. Я очень благодарен. Поэтому при таком отношении, как сельскохозяйство, субсидируется, я не знаю, не работать. Работать плохо, это просто считается преступлением. 13 лет назад указом о присвоении Талдукургану статуса областного центра президент страны подарил городу вторую жизнь. С тех пор Талдукурган поднялся на ноги, вырос. Население его увеличилось до 160 тысяч человек. Появились десятки новых предприятий и социальных объектов. Одних только производств по переработке сельхозпродукции более 70. Талдукурган не должен останавливаться на достигнутом, отметил глава государства, посещая регион этим летом. Одним из объектов, внимание, Ельбасы, стал строящийся по программе «Доступное жилье» новый район города. Здесь будет 121 многоквартирный дом, 9 детских садов, 5 школ, дворец школьников, дом молодежи, цон, поликлиника. В результате, по прогнозам специалистов, свыше 6 тысяч городских семей, треть из которых молодые, будут обеспечены жильем. Устарело все. Хрущевские дома бывшие, они выходят из строя уже. И все устарело, надо привезти в человеческий вид. Взнос будем делать старого жилья. Нельзя расширять его. Пригороды сносить, давать землю застройщику. За счет этого квартиры будем давать, еще что-то могли продавать, строить и продавать. В целом мы по году сдаем где-то порядка 870 тысяч квадратных метров жилья. Это очень большой объем. И я думаю, мы этот объем будем наращивать. У нас область может через год или через это выйти на миллионный объем. Это, я думаю, большое достижение будет. Еще один проблемный вопрос, который поднял президент страны в Алматинской области, это трехсменные школы и недостаточный охват детскими садами. В регионе 55 перегруженных учебных заведений. Большинство таких школ расположены в южных приграничных с Алматы районах. А потому там строительству объектов образования уделено особое внимание. Во-первых, приезжающих очень много. Затем растет естественный прирост населения. По этой причине у нас только в этом году 6 тысяч детей пришло, значит, первый класс. Устранение трехсменной школы. Мы надеемся, что впредь эта проблема, которая стоит в нашем государстве, она решится. Так как действительно конкретную цель и задачу поставил сам президент. Школа в селе Байсерке Ильийского района сдана в эксплуатацию этой осенью. Это уже третий объект образования в ауле. Рассчитан он на 600 детей. Но фактически здесь учатся тысячи школьников. Открытие этой школы не полностью решило вопрос с трехсменкой. В дальнейшем, если построят в нашем селе еще одну школу, я думаю, что эта проблема будет полностью решена. Такая же проблема в Толгарском районе, где насчитывается 8 трехсменных школ. В 2015 году мы запустим еще одну школу в селе Бесараш. И в 2015 году нам были выделены деньги на ПСД, на все трехсменные школы. И мы до 2017 года надеемся, что выполним поручение главы государства. Охват дошкольными учреждениями в Алматинской области на сегодня составляет чуть более 60%, что на 10% ниже среднего республиканского показателя. До 2020 года нужно построить еще порядка 250 дошкольных учреждений, что, конечно же, сделать только за счет государственного бюджета невозможно. Поэтому местные исполнительные органы намерены активно привлекать к этой работе бизнес. Предпринимательница Махпала Манбаева – одна из тех, кто откликнулся на призыв властей строить садики, потому что понимает, что это не только социально значимый, но и выгодный проект. Детский сад «Ста малышей» она построила на своем земельном участке. Дорожная карта бизнеса помогает ей расплачиваться с кредитом. А программа «Балапан» берет на себя расходы на комуслуги и на зарплату персонала. В послании нашего президента мне понравилось больше всего то, что он выделил 100 миллиардов тенге для развития малого и среднего бизнеса. И мы надеемся, что попадем в часовые этих счастливчиков. И, конечно же, в дальнейшем, благодаря этой программе, мы откроем еще один детский сад на 100 мест, затем в начальную школу. А вот детский дом Туяха-Искожаный давно стал для многих беспризорных детей Толгарского района и садиком, и школой, и родительским кровом. За 15 лет они с мужем Ануарбеком Байсариным приютили и воспитали около 500 сирот. Это при том, что у самих трое сыновей. Детей подбирали на улице, а иногда нерадивые родители сами подбрасывали малышей. Живут все большой дружной семьей в здании бывшего детского сада. Чтобы приобрести его, Туяха-Па продала собственный дом и квартиру сына. Сейчас у женщины 70 воспитанников. С теми, кого выпустила во взрослую жизнь, она тоже продолжает поддерживать связь. Свыше 100 детей благодаря ей получили высшее образование. 80 парней и девушек женила и выдала замуж. Туяха-Па сама выросла сиротой и говорит, что любит, когда дом наполнен детским смехом. Эта мама – обладательница множества наград, а недавно ее большая семья победила в республиканском конкурсе Мирей Леотбаса. Туях ездила в Астану, встречалась с президентом и получила из его рук ключи от автомашины. Каждая встреча с президентом для меня – это радость, потому что он вдохновляет человека и говорит, тебя поддерживает. До 20-летия ассамблеи он позвал меня и сказал, выходите, скажите, как вы воспитываете 100 детей. А я как будто мне отец сказал, я чуть не заплакала. Имя президента страны вызывает у жителей Алматинской области особую гордость, потому что Нуслутан Назарбаев – их земляк. Он родился и вырос в селе Ушконар Карасайского района, учился в этой школе. Сейчас это краеведческий музей. И, конечно же, личные вещи и архивные фотографии главы государства занимают здесь особое место. Фронтовик Сейдхан Исаев преподавал президенту страны историю. Он рассказывает, что Нуслутан Назарбаев уже тогда отличался организаторскими способностями. Он был настоящей заводилой. На него равнялись сверстники, занимался спортом, организовал кружки художественной самодеятельности, даже вел праздники и школьные вечера. Так что талант президента как незаурядного руководителя, его масштабное видение и перспектив проявились еще в детские годы. Он был лидером и тогда мы его избрали сразу же председателем комсомольской организации, когда он пришел к нам. Мы, с одной стороны, гордимся, что мы вместе с ним учитесь. С другой стороны, это нам возлагает большую ответственность. Так как он с нами общился, наш юношеский друг, мы должны всегда его поддерживать. И вот эти все его послания, мы должны в первую очередь туда включаться сами. Земля ЖТСУ подарила нашему народу много выдающихся людей. И по словам жителей региона, в этом списке великих особое место занимает имя первого президента независимого Казахстана, Норсултана Назарбаева, лидера нации, который ведет свою страну к благополучию и процветанию. Субтитры создавал DimaTorzok